Долгожданное потепление, к сожалению, пошло на пользу не всем. В последние дни значительно осложнилась дорожная обстановка. А все потому, что все больше мотоциклистов стали намного чаще выбираться на своем транспорте в город и, как ни печально, на правила дорожного движения внимание обращают не все. За прошедшие длинные выходные в нашем регионе зарегистрировано два ДТП с участием мототранспорта. В воскресенье 9 мая в Гродно на проспекте Янки-Купалы произошло столкновение мотоцикла с автомобилем. Водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Всего с начала года в городе уже произошло 4 подобные аварии, в результате которых 4 человека получили травмы и один участник происшествия погиб. Так, 24 апреля 29-летний водитель мотоцикла двигался с 30-летним пассажиром по деревне Бискупцы со стороны города Волковыска. На закруглении дороги влево водитель выбрал неправильную скорость движения и в результате не справился с управлением. После происшествия участники ДТП были доставлены в местную больницу, где водитель скончался. Пассажир с травмами госпитализирован. В понедельник в 18 часов 30 минут на улице автодромной в городе Волковыск пострадал еще один мотоциклист. Установлено, что местный житель, управляя мотоциклом БМВ, не справился с управлением, на закруглении дороги вправо, выехал на правую обочину, где мотоцикл опрокинулся. В результате опрокидывания мотоциклист получил телесные повреждения в виде закрытого перелома костей голени, с которыми был госпитализирован в Волковыску центральную районную больницу. Госавтоинспекция рекомендует выбирать такую скорость движения, которая позволила бы сделать вашу поездку безопасной. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с участием мототранспорта все же немного снизилось. За 4 месяца 2020-го в Гродненской области зарегистрировали 7 аварий, в результате которых 6 пострадавших получили травмы и один человек погиб. По статистике, главной причиной дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов становится выбор небезопасной скорости движения и вовсе нарушение ее допустимого предела. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям автомобилей обращать особое внимание на дорожную обстановку при перестроении и при повороте налево полностью убедиться об отсутствии встречного транспорта.